Здравствуйте, друзья! Продолжаем рубрику «Союз печать». В этом выпуске. По законам военного времени. Как государь войну перепутал? Как выглядит примирение? Советская фототехника. Африканец в галошах. Спутниковая ТВ. Детям. Где мои 80 копеек и предупреждение из 1986 года? Я почитал комментарии к прошлому видео, а оказывается для многих является открытием, что в России, которую мы потеряли во время революции 1905 года, людей отстреливали без суда и следствия, и даже жгли деревни. Это, конечно, не так жестоко, как сталинский упрощенный суд, но тоже заслуживает внимания. Также мне сообщают, что при царе-то стреляли по законам военного времени, а при Сталине-то в мирное время. Что ж, уделим этому немного внимания. В то же самое время в Прибалтике зверствовал штаб-ротмистер Карл фон Сиверс. Действовал под командой все того же генерал-майора Безобразова. Полюбопытствуйте. Один из карательных отрядов под начальством ротмистера фон Сиверса прибыл в город Феллин. Сегодня это в Вильянде, в Эстонии. Узнав, что политических преступников в городе нет, господин фон Сиверс приказал составить и дать ему список лиц вообще подозрительных. Таковой был ему Дан. В него вошли мелкие воришки, отбывшие уже наказание по приговорам судов и находящиеся на свободе. А кроме того и 22 арестанта, находившихся еще в тюрьме и числившихся по разным уголовным делам за местными судебными следователями и мировыми судьями. По приказанию господина фон Сиверса к утру за городом была вырота длинная яма. Наутро к этой яме были приведены все 42 человека и поставлены в ряд. Из числа этих 42 арестованных брались 5 человек, подводились со связанными руками к яме, ставились в ряд на колени возле края я и лицами к ней. Затем по команде господина фон Сиверса сзади в них раздавался залп. Господин фон Сиверс подходил и смотрел на упавших. Если кто-нибудь из них еще шевелился, то Ротмистр своей рукой тут же и пристреливал. Так были казнены все 42 человека. Как только начинаешь понимать, что за человек был государь и император, ты только по-настоящему понимать, без мифов и домыслов, ты не можешь отделаться от чувства невероятной досады и боли. Ну вот почему так произошло? Как такое могло произойти с одним из лучших людей нашей истории, с одним из лучших правителей нашей истории? Я нашел отчет специального корреспондента газеты «Русь» Василия Климкова, называется «Расправы и расстрелы», издание 1906 года. Я в своих видео неоднократно упоминал о карательной акции Семеновского полка на станциях Московско-Казанской железной дороги в 1905 году. И даже ВКонтакте публиковал письма одного из наших зрителей, который уже в наше время пытался выяснить, а куда, собственно, подевались памятные таблички жертвам царских карателей. Так вот, прежде чем перейти к Сиверсу, я хотел бы остановиться на действиях Семеновского полка в описании Климкова из этого сборника, потому что там есть и то, и то. «Говоря о бессудных расстрелах в те дни и в том районе, обычно ссылаются на журналистское расследование Виноградова и на показания некоторых карателей, которые они давали уже советской власти, уже в 20-е годы. И я на него всегда ссылался. Но корреспондент Климков также занимался этим вопросом, и он побывал на месте событий еще до Виноградова. Просто было интересно почитать, а что об этом пишет он. Так вот, по поводу бессудных расстрелов рабочих в Люберцах, обыватели утверждают, что они проводились по спискам, которые имели с собой офицеры полка. Где же и кем проводился суд, приговоривший этих людей к смерти? Задается вопросом автор. Если не было суда, то тогда это и не приговор, а просто истребление лиц, которых некоторые чиновники приказали подвергнуть уничтожению. Прямо-таки не верилось, что в наше время возвещенных и обещанных свобод, неприкосновенности личности, свободы слова, отмены административного произвола и торжества гласных судов, возможны такие жестокие и скорые расправы. Увы, количество расстрелянных без суда оказалось значительно больше, чем предполагалось. По приказу батальонного командира полковника Риммана расстреливали без всяких разбирательств людей, не оказывавших никакого сопротивления. Утверждается здесь, что карательный отряд Риммана расстрелял без суда и следствия как минимум 150 человек. Из них убито два человека, принимавших участие в вооруженном восстании, три человека, способствовавшие московским дружинникам, и 16 человек разных лиц, принадлежавших к железнодорожному союзу и к местной дружине, организованные исключительно для самозащиты против местного хулиганства. Все остальные лица убиты невинно, числом 129 человек. Все, что проводилось с Николаем Вторым, оно всегда мотивировалось христианской политикой нашего государя, потому что он был монарх, а не диктатор. А монарх относится к своим подданным, как к детям. Как мы знаем, прости нас, государь не ведал о том, что творилось 9 января в кровавое воскресенье. Кто-то, какие-то чиновники, кто-то вот отдал приказ, а он не знал. Наши монархисты не дадут соврать. Ну и, наверное, о том, что по стране разъезжают поезда с карательными отрядами, государь тоже не ведал. Ну, чего, бывает. Вы помните перепись, которую государь писал? И когда была перепись, так сказать, здесь, в России, то государь имел смелость. Он написал «Хозяин земли русской». Как комментировали, как говорили, как он смел написать, что он хозяин земли русской. А что ж вот такого? Да, он хозяин. Он распоряжается, он делает, он заботится. Может, когда ошибку сделает. Ошибки в жизни делают все. А говорят, военное время. То есть государь не знал, что в стране идет война? Я даже читал комментарии, где утверждают, что под военным временем имеется в виду война с Японией. Только вот беда. Даже если так, война с Японией закончилась 5 сентября. А решение посылать карательные батальоны, о которых я рассказывал, было принято в конце ноября. Соответственно, действие происходило уже в конце года. Какой сентябрь? Какая русско-японская война? Да. Приводится случай, когда едва не расстреляли учительницу местной школы. Ее взяли по списку и тут же поставили в группу рабочих для расстрела. Но вовремя выяснилось, что произошла ошибка. Та, которую предписывалось расстрелять, уже в школе не работает. И уехала в неизвестном направлении неделю назад. Учительницу местной школы хотели списочным порядком расстрелять тоже? По законам военного времени, да? Из-за войны с Японией? При Николае II города меняют свой облик. Появляются высотные дома. Например, в Киеве появляется дом высотой в 12 этажей. В Москве появляются дома высотой в 8 этажей. Весь исторический центр современной Москвы представлен в основном домами николаевского времени. Эти дома снабжались лифтами, электрическими коммуникациями, водопроводом, канализацией. На кухнях этих домов появлялись электроприборы, такие, например, как холодильники или электрические плиты. Ну, это все, конечно, глупости, но вот хороший вопрос. А кто же привел Российскую империю к краху, к развалу, к гражданской войне, к террору и голоду? Кто? Прислушайтесь к ответу на этот вопрос, который дает отставной военный в 1906 году, еще до краха империи, до всех этих событий. Его письмо – это реакция на бессудные расстрелы, о которых речь шла выше, и было опубликовано в этом же самом сборнике газеты «Русь». Неужели это не сон и не страшный кошмар? Неужели это правда? Что же это такое? Куда мы пришли? Я, простой обыватель, далекий от всякой политики, не мог заснуть всю ночь, прочтя в газетах известия о беспримерной расправе. Во мне все кипело. Я первый раз в жизни берусь за перо, чтобы дать исход овладевшему мною чувству негодования. Если я, старый человек, возмущен до глубины души, то что должны чувствовать тысячи, десятки и сотни тысяч молодых горячих голов, слушая повсеместно подробности усмирения московского бунта? Пришло ли вам, победители, в голову, куда вы толкаете буйную молодежь? Никакие прокламации, никакие революционные пропаганды не могли сделать того, что сделали вы, ослепленные бесчеловечной злобой и неразумной жестокостью. Тяжкий грех взяли вы на свою душу, великий грех совершили перед Родиной. Интересно, почему отставной военный пишет такие глупые письма? Он что, не понимает, что расстреливали и жгли по законам военного времени? Тут же корреспондент пишет, что побывал во всех больницах, где содержатся раненые во время волнений в Москве. Кроме, конечно, тюремных и военных лазаретов, куда не пускают. Большинство раненых из публики, совершенно не принимавшие участие в борьбе. Масса женщин и детей. Раны тяжелые. Доктора утверждают, что многих расстреливали в упор. Это не какие-то там большевистские газеты, это не какая-то советская пропаганда. До Советского Союза еще, до победы большевиков еще несколько лет. 1905 год. Журналист пишет о том, что женщины и детей расстреливали в упор. Вот в этом было величие государя как реформата и как государственного действия. Так о чем я? В этом же сборнике есть продействия Сиверса в Прибалтике. Арестованные подвергались произвольно, без предварительного расследования суда, расстреливанию или жесткой порке, до 200 ударов, часто по единоличному распоряжению офицеров. Сжигалось также имущество заподозренных. В Филинском уезде расстреляно более 70 лиц. В Лугенгузине Визенбергского уезда убитые и ранены залпами матросов, запершиеся от страха в доме, женщины и четверо детей. По законам военного времени, конечно. Дальше описание порки крестьян в уезде, где и вовсе не было никаких волнений. Население охвачено паникой. Были случаи помешательства и самоубийства от страха. Народ возмущен издевательским произволом офицеров. Ну, это тех офицеров, которых вы можете посмотреть в фильме «Адмирал», например. Зверствовал Сиверс в Филинском уезде, где революционное движение отразилось самым слабым образом. Происходили обычные митинги. Мирно, без всякого насилия. В самом уезде все было спокойно, без грабежей и погромов. И вот начались экзекуции. Под личным наблюдением фон Сиверса солдаты пороли арестованных ивовыми скрученными толстыми прутьями. Били жестоко, беспощадно. Число ударов назначалось фон Сиверсом от 25 до 200. А иногда Ротмистер просто поглядывал на свои часы и определял экзекуцию по времени. Некоторые из эстезуемых, даже женщины, проявляли иногда удивительную героическую стойкость. Стиснув зубы, не издавали ни одного стона. Тело несчастных, по выражению одного из экзекуторов, превращалось в сплошную кровавую говядину. Отделялись полоски кожи и клочья мяса, а страдальцев продолжали бить. Царские недели в Макдоналдс. По законам военного времени. Были случаи, когда фон Сиверс, заговорившись с кем-нибудь из баронов или полицейских, забывал про экзекуцию и свои часы. Затем он оборачивался к солдатам, только что закончившим и хладнокровно говорил. А ну-ка валяйте его еще, ребята. И несчастную жертву подвергали вторичной пытке. Иногда фон Сиверсу казалось, что солдаты щадят приговоренных и бьют недостаточно сильно. Тогда он поручал экзекуцию местным крупным уголовным арестантам, предупреждая их, что если будут бить недостаточно сильно, то сами подвергнутся жестокой каре. Для меня конкретно Николай II значит очень много. Это тот человек, который олицетворяет ту Россию, как мы говорим, которую мы потеряли. Когда мы все выйдем и не хватит нам места в этом городе, покаемся, тогда наша Россия станет снова сильной. Но пока мы будем в этом обмане жить, пока мы будем верить тому, что о нем говорили, нам самим хуже. Чем скорее мы поймем, сколько врали про царя Николая с самого дня его предательства, да и до того, тем скорее мы поймем правду о нем, тем быстрее мы сами выздоровеем. Был случай, когда только что избитая розгами женщина заявила, это не по закону, таких русских законов нет, чтобы так наказывать. Фон Сиверс приказал выпороть ее вторично. По роли не только женщин, но и детей есть целый раздел, посвященный этому. Далее, расстрели 40 человек, приводятся фамилии десятерых. Из них одному было 17 лет, другому 15 лет. Читайте, делает акцент автор статьи. Пят-над-цать. Фамилии остальных неизвестны. Некоторых пришлось доканчивать штыками и револьверами. Кое-кого, возможно, закопали живьем. На следующий день Сиверс собрал крестьян и произнес перед ними речь. Ключевые пункты речи. При встрече с помещиками крестьяне должны снимать шапку и кланяться, иначе их будут пороть. И газет читать крестьянам не стоит, потому что из газет они высчитывают себе только розги. На следующий день расстреляли еще 13 человек, после чего многочисленные расстрелы и экзекуции продолжались. Позже фон Сиверс давал объяснение, что он подвергает расстрелу и экзекуциям только тех лиц, относительно которых существует твердое убеждение и доказательство, что они дурные, негодные люди. Государя надо вымолить и заслужить, потому что если мы несем православие в сердце своем, если мы его отстаиваем, значит мы... Господь нам даст царя обязательно. Я верю, что царь будет и что наша империя возродится. Еще из этого же выпуска. Кстати, по поводу прибалтийских дел. В баронских кругах продолжается обсуждение вопроса весьма современного. Сколько может человек перенести ударов на гайкой? Некий доктор Купер в своей статье, напечатанной, не уверен, что правильно произнесу, в Дине Зайтен, утверждает, что человек может перенести 400 ударов без всякого вреда для здоровья. И это при том, что карательные экспедиции секут свои жертвы так, что от каждого удара на гайкой по голому телу кровь брызжет струями. Государя надо вымолить и заслужить. Так вот, прочитав все это и еще многое другое, потому что это далеко не все, знаете, как мне видится то самое примирение, о котором нам сегодня повсеместно рассказывают? Как скамейка в аэропорту города Владивостока. В аэропорту Владивостока новое руководство решило пойти по пути оптимизации, путем гениальным и проверенным, и уволило нафиг всех уборщиков, всю службу. Вместо них обратились к аутсорсинговой компании, которая получает 800 тысяч рублей в месяц за уборку на территории аэропорта. Результаты не заставили себя долго ждать. Грязь, бычки, плевки и переполненные урны. Так вот это выглядит. А это скамья примирения. Я такие скамейки только за границей видел. Правда, там они называются скамья для поцелуев или скамейки влюбленных. Как-то так. Там обычно сердечки рисуют. Но у нас скамья примирения. Так вот именно эта фотография, как мне кажется, могла бы служить отличным символом того, предлагаемого сегодня повсеместно, примирения. Примирения белых и красных. Примирения рабов и господ, которого так активно жаждут господа. Не того, которое с поцелуями и сердечками, а того, которое с нагайкой, которое у вас из спины куски мяса выдирает. Тогда я была бы за большевиков, потому что у меня предки нищие. Глазранцы. А сейчас я была бы за белых. Мы должны окончательно перестать делить наших предков на красных и белых, правых и виноватых, победителей и побежденных. У наших зрителей я хочу спросить, а вы за кого? За белых, за красных или за мировых? Мы можем быть очень разными, но мы единый народ. И Россия у нас одна. Вот оно, наше примирение. Заплеванное и бычками засыпанное. А вообще чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Так что сами виноваты. Пишу по поручению своих товарищей. Мы хотим поехать на всесоюзную ударную комсомольскую стройку автозавода. Помогите сбыться этой мечте. Журнал «Советское фото». Номер 3 за 1981 год. Просматривая выпуск, обратил внимание на краткие обзоры объективов, выпускавшихся в Советском Союзе. Я прочитаю то, что упомянуто в одном только этом выпуске. В выпуске упомянуты объективы. МИР-20М, МИР-20 автомат, МИР-10А, МИР-24, Зенитар-М, Индустар-61, Юпитер-9, Юпитер-9 автомат, Гелиус-42, Вега-13М, Юпитер-11 автомат, Юпитер-37А, Таир-11А, Юпитер-21А, Юпитер-21М, Таир-3А, 3М-5А, МТО-1000АМ. Гранит-11, МИР-38, МИР-26, Калининар-3, Юпитер-36, 3М-3Б. Это только то, что обозревается в одном конкретном номере. А еще были Волна, Пеллинг, Вариогоир, Минитар, Рубин, Руссар, Рубинар, Уран. И у каждого еще свой набор модификаций. Модификаций под разные задачи. Конечно, объективы производились для фотоаппаратов, которых в Советском Союзе также выпускалось множество. ФЭД, спорт, смена, Киев, Москва, Зоркий, Зенит, Нева, Ленинград, Юность, Мир, Вега, Кристалл, Нарцисс, Весна, Школьник, Восход, Чайка, Горизонт, Виле, Силуэт, Сокол, Орион, Алмаз, Электро, Лома, Агат, Эликон. И все это производилось в стране, а не привозилось из-за границы. И все это свое. А что такое свое производство? Это независимость, это развитие экономики, это те самые рабочие места, в конце концов. Но, увы, то, что мы производили, было никому не нужно. Да, да, дорогие мои, ну не надо руками махать. Наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были в них по горячему песку ходить. Вот в чем все дело. Жириновский же говорил, что товаров народного потребления не было. Народ-то знает, чего было, а чего не было. Давайте народ не будем обманывать. А кто лучше Жириновского расскажет нам, что знает, а чего не знает народ. Вот, кстати, фотография одного из африканцев в наших галошах. А вот как мощно развернулось производство фототехники в России сегодня. 470 тысяч? За эти деньги вы купите один из флагманских Sony с записью 4К и 120 кадров в секунду и с глубиной цвета 10 бит. И у вас еще останется, получается, 120 тысяч на приличный объектив. То, увы, ну пациент скорее мертв, чем жив. Это ж не для людей. Это для ценителей. В комментариях написали, что в номере третьем юного техника за 1956 год подробно описывается система спутникового телевидения за год до запуска первого спутника. Скачал, проверил. Популярный научно-технический детский журнал ЦК ВЛКСМ действительно публиковал такую статью. У вас, читатели, естественно, возникнет вопрос. А как скоро это может быть осуществлено? Может быть это только фантастика? Нет. Расчеты показывают, что современное состояние нашей техники позволяет уже теперь приступить к осуществлению такого проекта. И может уже в следующем пятилетнем плане будет пункт спроектировать и построить к концу пятилетки космическую ретрансляционную станцию для внестудийной передачи изображений с дальних расстояний. Первый в мире спутник СССР, напомню, запустил в 1957 году, через год после выхода этого журнала. Ну и в этой статье он еще, автор, еще мечтает о том, как здорово было бы посмотреть на соревнования, которые идут прямо сейчас в Австралии, на парад в Пекине или прогуляться по джунглям Индии. И сегодня все это и гораздо больше на самом деле вполне возможно. Тут не поспоришь. Есть целые каналы про путешествия, всякие культурные передачи. Но в основном кажется, что вот это гениальное изобретение, я имею ввиду телевидение, попало в руки деляг и торгашей. Как в фильме «Человек с бульвара Капуцинов». Помните, один мечтает спасти человечество с помощью синематографа, а другой мечтает заработать как можно больше денег с помощью того же самого. В итоге побеждает, по крайней мере, в рамках фильма «Мистер Секонд», тот, который обращается к самым низменным порокам человека и умело спекулирует на них. Занятно, да, что в таком легком комедийном фильме, непринужденном таком, снятом уже на закате страны, есть символы, есть образы, суждения, которые остаются актуальными по сей день. Но? Долой бесконечное нытье. Сам же сказал, есть масса приличных передач и каналов. А, ерунду всякую, всякие гадости вроде первого канала. Можно же и не смотреть. Просто не смотреть. Как говорил персонаж Ермольника из того самого фильма, я вообще только одним глазком. В Советском Союзе издается более 10 тысяч газет разовым тиражом в 60 с лишним миллионов экземпляров. А наш выпуск продолжает письмо возмущенного гражданина в газету «Тюменская правда». Апрель 1991 года. До окончательного развала Союза 9 месяцев. Заметка, в которой опубликовано письмо, называется «Пляски цен». В магазине номер 25 по улице Холодильной, сообщает гражданин Зеленин, я купил бутылку концентрированного напитка «Ретро» за 2 рубля 70 копеек. Каково же было мое удивление, когда в магазине «Юбилейный» по улице Тульской увидел этот же «Ретро» по цене 1 рубль 89 копеек. А в магазине напротив гостиницы «Турист» 1 рубль 80 копеек. А в магазине около машиностроительного техникума 1 рубль 87 копеек. Какая же настоящая цена этого самого «Ретро»? Сдается, что копеек на 80 меня обжулили. Или я ошибаюсь? Ну, то, что он не ошибается, это факт. Но вы только посмотрите на это. Человек живет в мире твердых цен. Его удивляет разная цена на один и тот же товар настолько, что он пишет об этом письмо в газету. Что же отвечает газета? Да, настоящая цена 1 рубль 80 копеек. А упомянутый магазин самовольно завысил цену. Отдел цен обл. исполкома провел по этому поводу проверку в магазине. Цитата. «То есть среди бела дня достопочтенная торговая точка аккуратно, без шума и паники обжуливала дорогих и любимых покупателей». Аналогичные фокусы проделывали и в магазине номер 21. Господи, фокусы. Знали бы они. На нашу область, как, впрочем, и на страну, еще не успел накатиться девятый вал стихии рынка и захлестнуть нас с головой. А подобная обдираловка народа уже приобрела размеры эпидемии, стала хроническим явлением. Сегодня дисциплину цен нарушают на каждом втором проверенном предприятии торговли и общественного питания, бытового обслуживания. В 91-й год впереди у людей еще много интересного. И девятый вал, и цунами, и такая обдираловка, что им и не снилось. На родине его ценили, если он хорошо работал, если делал людям добро, если был справедливым. А здесь оказалось, уважение дают только деньги, причем большие, и неважно, как ты их заработал. Никто из этих людей не идеализирует нас. Они знают наши проблемы, знают наши недостатки. Но там, на чужбине, они вдруг поняли, что наше достоинство может быть гораздо важнее, гораздо существеннее наших проблем и наших недостатков. Некоторые из этих людей крайне негативно были настроены против нашей страны и хотели выехать, не просто поддавшись уговорам, обману, пропаганде, а вполне целеустремленно, даже воинственно. Но произошла примечательная вещь. Они уезжали открывать для себя Америку, а получилось иное. Они там, в Америке, открыли для себя прежде всего свою страну, в которой раньше жили, те ее достоинства, которых раньше не замечали. Мимо которых проходили равнодушно, с пренебрежением и даже с раздражением. Подумаешь бесплатное образование, подумаешь бесплатное медицинское обслуживание, подумаешь то, подумаешь другое. Теперь у них появилось время подумать, сравнить, оценить. И кто-то размышляет, ведь это так заманчиво, и только с течением времени придет к осознанию трагедии. Поймет, что, оказывается, есть ценности в жизни, о которых мы даже не думаем у себя на родине, потому что они существуют с нашего рождения, как существуют мать и отец для ребенка. И только потеряв родителей, можно понять, что они для тебя значили. А так ведь кажется, что они были всегда и будут всегда. И они тебе все должны. И бесплатную школу, и бесплатные вузы, и бесплатное медицинское обслуживание. Ты привык, что тебя уважают по труду, по свету души, а не по деньгам в кармане. Ты не привык, что кто-то обязан предоставить тебе работу после окончания школы или вуза. И несправедливо, если тебя уволили, то кто-то обязан восстановить тебя на той же работе. И даже не отдаешь себе отчета, кто это все делает, потому что это делается как-то, как бы само собой. И происходит, так сказать, так, как будто все это разумеется само собой. В нашей ежедневной жизни мы больше обращаем внимание на наши трудности, на наши проблемы, которые нас раздражают, расстраивают. И подчас очень жалко, что приходится тратить силы на их преодоление. Но это естественно, совершенно естественно. И совершенно справедливо, и так устроен человек, и без этого нет движения вперед. А все хорошее мы воспринимаем как данность, не задумываясь о том, что все это великие завоевания нашего народа. И подчас забываем, каких же огромных усилий стоило нашему народу все эти завоевания отстоять. И как они сложились, наши человеческие отношения, именно наши, социалистические. А, наверное, полезно было бы чаще задумываться об этом. Наша передача окончена. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok